Должна ли быть цель в жизни или в практике, или я могу быть в потоке здесь и сейчас, и это важнее? Не даже в практике, в жизни, или просто остаться прямо здесь, прямо сейчас, в воздухе. Очень похожий вопрос, вчера об этом говорили. И вчера я уже дал ответ. Ну, я снова хотел бы сказать, первое, что нужно понять, что такое медитация. Медитация означает, что вам нужно прийти к этому моменту, к настоящему моменту. И все медитативные техники хотят преднести вас в этот настоящий момент. Потому что мы никогда не находимся в настоящем моменте. Когда вы в уме, вы не присутствуете. Потому что ум всегда перемещается между прошлым и будущим. Что-то он вспоминает из прошлого. и делает планы по поводу будущего. И делает планы по поводу будущего. Он никогда не хочет быть в настоящем моменте. И когда вы медитируете, вы это начнете видеть. Ум не присутствует, он не в настоящем. Если ваш ум уже в присутствии, никакая медитация вам не нужна. Тогда вы уже в медитации. И все техники хотят вас привести к этому настоящему моменту. И когда вы приходите к этому настоящему моменту, что бы вы ни делали, это вообще не важно, вы будете наслаждаться. Вы будете рады, вы будете иметь хорошее состояние быть в любящем состоянии. И очень часто в вашей жизни бывало, вы чувствовали удовольствие и радость. Например, вы встречали какого-то друга. Вы ездили что-то видеть, смотреть. Вы что-то делали, что вам очень нравится делать. И затем эти вещи делали вас полными радостями. Например, каждый человек по достижении такого возраста, как шестнадцать, семнадцать, семнадцать лет, у них появляется желание любви. Они хотят влюбиться, чтобы не был какой-то партнер. И затем люди начинают партнеров, собственно, себе искать. И иногда у вас что-то получается. У вас появляется подруга или друг. И когда вы друг на друга смотрите, вы друг другу нравитесь. вам нравится тело этого человека, энергия этого человека. И затем вы влюбляетесь. Когда вы приходите к любви, вы когда очень сильно влюбляетесь, затем время начинает течь очень быстро. вы почти в состоянии полета. Потому что любовь вас возносит. Любовь вас приподнимает. Почему? Потому что когда вы в любви, у вас не очень много ума. У вас совершенно другое состояние. Любящее, хорошее состояние. И вы, конечно же, ищите встречи, хотите встречаться. И затем вы начинаете думать, как же мне побыстрее встретиться с этим человеком. Может быть, час в день мы можем проводить, пару часов в месяц. И после встречи вы ждете следующий, когда придет время, будет новая встреча. И время летит очень быстро. Когда вы в хорошем настроении, влюбящем состоянии, время очень быстро летит буквально. Потому что когда вы в любви, у вас нет никакой печали. Потому что когда вы в печали, вы будете тяжелый. Вы очень тяжелый. И время такое медленно так идет. А когда вы в какой-то очень сильной депрессии, один день – это, к слову, месяц. А когда вы в любящем высоком состоянии, один день – это, как раз, буквально, полетает. Это качество любви. Когда вы в любви, там, ну, нет ума. Время практически заканчивается. Когда вы с вашим партнером. Когда вы действительно в любви. Когда вы побыли друг с другом пару часов, правда. Время куда-то делается. Нам бы хотелось еще побольше побыть вместе. Но сейчас надо уже, например, идти домой. Когда вы в любви практически нет ума. Тогда ваш ум начинает говорить. Ага, тогда если я буду с этим человеком. Один час. Два часа. И мне хорошо. Один-два часа. Может я могу десять часов быть целым человеком. Затем ум говорит, а может мы вообще будем двадцать четыре часа вместе и любви будет просто очень хорошо. Это жадность ума. Ум очень жадный. У Бог говорит, если я одному часу столько удовольствия получаю, то почему бы не иметь 10 часов? И затем в этот момент каждая пара решает жениться или быть вместе. И затем они женятся, и они начинают быть, жить вместе. И когда люди живут в одном доме, в одном доме, начало таких отношений, естественно, у них все в порядке. У всех пар после женили будет 3 месяца или 6 месяцев. Но после 3 месяца или полгода, иногда даже через неделю уже, они начинают сражаться. Они начинают жаловаться. Когда вы влюбились, когда вы вместе проводите пару часов, то есть, как хорошо, что на эти 2 часа проводим вместе. Вы благодарны очень. Но когда вы уже выживались, тогда начинают происходить противоположные вещи. Тогда вы начинаете сражаться, конфликтовать. А почему вы конфликтуете? Если этот человек давал вам так много любви, то почему же вы сражаться начинаете? Потому что приходит эго. Приходит ум. Ум говорит, теперь это мой мужчина. Это моя женщина. Просто произойдет одно слово. Мой или моя. Только приходит моё или моя, любовь заканчивается. Все же, что касается слова моё. Например, вы хотите купить машину. Или вы хотите заработать денег. Очень непросто это заработать. Вы с трудом эти деньги как-то заработали. И хотите новую машину, купите дети в шоурум. Вы, соответственно, эту машину купили, приехали уже на машину домой. Вы в таком молодушевлении. Вы очень счастливы. Новая машина. Но спустя три дня это счастье заканчивается. Потому что сейчас это моя машина. Как только слово моё приезжает, радость заканчивается. Пришло слово моё, любовь заканчивается. Это не только моё приезжает. Это не только мужчина и женщина. Как моё относительно любого другого объекта. Потому что через слово моё приходит ум. Приходит слово моё и ум развивается. Ум появляется. И когда моё приезжает, то проблема начинает. Проблема? Проблема? Мой мужчина. Ты мой мужчина. Ты не можешь туда смотреть, туда смотреть. Ты должен только на меня смотреть. Я твоя женщина. Я твоя женщина. Я твоя мужчина. Я твоя мужчина. Ты никуда не должна смотреть. И вы начинаете связывать другого человека. Свобода заканчивается. Любовь – это свобода. А любовь – это свобода. Привязанность заканчивает свободу. Если этот человек, мужчина или женщина давал вам такое количество любви и радости, то почему бы этому не продолжаться всю жизнь? Потому что просто пришёл ваш ум, ваш эго. И как только приходит эго, появляется жадность, привязанность и всё это. И тогда любовь заканчивается. Сначала её просто меньше, 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 меньше становится, а ума всё больше, больше и больше. И спустя полгода, вы всё больше конфликтуете. Спустя один-два года, вы просто хотите убежать друг по другу. Даже во время конфликтов, люди говорят, я просто видеть тебя больше не хочу. Пожалуйста, исчезни из моей жизни. Например, уходи из моего дома. Я не хочу, чтобы даже что-то от тебя вообще осталось в моей жизни. Что произошло вообще? Тот же самый человек, тот же мужчина, та же женщина. До этого вы говорили, что мы можем вместе прожить не только всю эту жизнь, а и семь жизней. А сейчас вы даже семь лет не можете вместе провести. Потому что напрыгивает ум. А ум напрыгивает, тогда заканчивается радость. Заканчивается любовь. Любовь и ум, они не могут быть вместе. Любовь – это как свет, а ум – это как темнота. Тепнота и свет, они просто не пересекаются. Если уходят любовь, то темнота появляется. То есть, если уходит любовь, то появляется темнота, появляется ум. И вы даже не замечаете, насколько тонко и хитро ум так проскальзывает в вашу жизнь. А любовь – это очень деликатная вещь. Любовь – это как цветок. А ум – это как камень. Если сражаются ум и любовь, то, конечно, ум может победить. Ум может просто сломать все, потому что он как камень. А любовь – как цветок. И, конечно, цветок постепенно выступает. Затем вы просто не знаете, почему это произошло. Я всем говорю, если вы хотите, чтобы ваша любовь продолжалась. Если у вас есть партнер или ваша семья. И вы хотите, чтобы ваша любовь продолжалась всегда. Дайте друг другу некий промежуток. Иногда просто давайте какое-то пространство, чтобы между вами было. И медитация, когда мы все это и создаем. Когда вы медитируете, закрываете ваши глаза. Вы говорите, сейчас я только с собой, больше не с я вообще. Ни с матерью, ни с отцом, ни с женой, ни с мужем. Сейчас я хочу побыть только с собой. Моя энергия со мной. И когда ваша энергия с вами, какая-то негативность и темнота не приходила, она начинает расчищаться. Я хотел бы сказать вам, если вы медитируете и идете очень-очень глубоко. Например, каждый день вы делаете практику. Например, человек сидел очень глубоко в медитации. Он забыл об этом. Медитация действительно происходит. Вы просто не с собой. Вы вообще о всяких вещах других можете забыть. И вот однажды один мужчина медитировал. Он сидел в очень хорошей глубокой тишине. И неожиданно он слышал, что кто-то пришел. Он открыл глаза. Ну, пока эта женщина пришла. Пришла женщина. Он сказал, просто роскошно, очень красивое демище. «Эй, леди, кто вы?» «Леди сказал, что?» «Кто вы?» «Как ваше имя?» «Как вы пришли?» «Почему вы пришли сюда ко мне?» «Я твоя жена. Ты поцелевка. Мы вместе вместе живем». «Ты что забыла по мне?» «Какое может быть?» «Новыми глазами». «Как будто первый раз в жизни». «Your мужчину вы будете видеть, как будто в первый раз, когда вы его встретили». «А когда вы первый раз встретили этого человека, он будет это делать очень красиво». «Как принц». «Принц, как с небес спускался в землю». «После жених бы, принц закончился, куда-то делся». «Он же как демонический персонаж». «Он может бить, злиться, обижаться, оскорблять». «Иногда вы даже боитесь рядом с этим человеком, хоть». «Может быть, у кого-то есть такой тип отношений». «Вообще, какое-то насилие или жестокость присутствует, может». «И мужчины, которые были ваше ваше ваше, они не могут быть ваше, не могут победить кого-то, но как-то жестокий человек, он снаружи-то, конечно, не может проявлять свои наглодности, но он обижает снаружи. Снаружи он не может. Если он какое-то насилие будет делать на улице снаружи, его, собственно, побьют. «Мужчина просто понимает, что я могу победить». «Побить и свою жестокость он как-то сливает на женщину». «Мужчина знает». «И, соответственно, проявляет свою жестокость». «И, соответственно, вы думаете, что я чувствую любовь именно к этому человеку, из-за него я люблю». «И, если вы любовь ощущались именно из-за этого человека, тогда это все должно продолжаться вечно». «Но, по большей части, так не происходит». «В начале, когда вы начали встречаться, вы не знали этого человека». «Вы не думали, что он мой». «А в любви вы на самом деле не знаете». «Когда вы в любви, вы вообще не знаете, на следующий день вы этого человека, в принципе, встретите или нет». «В любви нет чувства безопасности». «Любовь – это что-то небезопасное». «Именно поэтому побыстрее ум хочет жениться». «Ум думает, надо быстрее вообще заполучить человека жениться, потому что он может куда-то уйти от меня еще». «Именно поэтому в социуме принято жениться». «Именно поэтому в социуме принято жениться». «За женить, при забрать, он стоит безопасность». «А он хочет безопасности». «Он хочет быть вот». «Он в безопасности, все обеспечено и он, собственно, защищен». «А любовь никогда не связана с безопасностью». «А когда у вас есть любовь и нет чувства безопасности». «Ум хочет побыстрее напрыгнуть и сделать так, чтобы ваша любовь закончилась». «То главная вещь, которую нужно понять, если этот человек дает вам любовь, почему это не продолжается всегда?» «Если эта женщина, например, дает вам так много радости, почему это не продолжается всегда?» «Потому что, когда вы впервые начали встречаться, вы переместились в присутствие этого человека». «Настоящий момент». «When you're meeting with love, don't know much each other, from a soul of love». «And then you're coming in prison». «And as you're coming in prison, joy comes». «Joy arrives». «Joy coming like this». «Joy wants to come». «Joy means your energy». «Радость – это ваша энергия». «Energy is going up, now it will become louder». «When энергия принимается, она превращается в выполнение». «But mind sucks your own energy». «And this energy, your energy can be loved, only mind has to go like this». «And this energy, your energy can be loved, only mind has to go like this». «Mind will be stopped, mind be quiet, and energy is going up». Успокоить ум, и тогда энергия начинает двигаться и превратиться в любовь, и тогда ваша энергия перемещается в сердце, и главная вещь, связанная с духовными вопросами, как мне переместиться в настоящий момент, это цель, цель не такая, что что-то там получите, или вы станете посвятленным, или какие-то вещи, события, какие-то произойдут, просто закончится ваша энергия, ваше представление о самом себе закончится, ушло энергия, и там любовь, только любовь, очень много любви. Как только вы в настоящем моменте, тишина, радость, любовь там. И весь смысл духовного путешествия, это как я могу переместиться в настоящий момент. И цель, это быть в присутствии. Быть в настоящем моменте, это и есть цель. Быть в этом моменте. Быть здесь и сейчас. Вот это цель. Вот это цель. Вот это цель. Здесь и сейчас ум как бы взрывается. Ум как бы взрывается. Ум уходит и познавирует себя. И вы знаете себя, и, соответственно, вы знаете все. Вы становитесь послепленным. Все. Все темнота заканчивается и появляется свет. Все ваше подсознание заканчивается и становится сознанием. И я хотел бы вам сказать, когда вы делаете медитацию, просто ничего не хотите. Даже не хотите, не ищите покоя, расслабления. Если вы пытаетесь расслабиться, вы еще более напрягаетесь. Все вот эти пахы для чего-то вы должны садиться. Просто садитесь и наблюдайте, что происходит. Хорошие чувства у вас появляются, плохие. Ум, вы видите, хорошие его проявления, плохие проявления. Ума очень много и совсем немножко. Все, что происходит. Вы позволяете этому происходить. Не влияйте, не воздействуйте. Не говорите у меня, я сейчас хочу быть спокойным. Иногда вы сидите, и ума просто хочет. Пусть это происходит. Просто наблюдайте, пусть ум крутится в себе. Иногда вы уходите, может быть, 15 минут, может, полчаса. И постепенно энергия ума в любом случае заканчивается. И затем, когда энергия ума заканчивается, он становится расслабленным. И когда ум расслабляется, ваше сердце начинает наполняться любовью. Это цель. И когда вы делаете какую-то медитацию, не нужно пытаться что-то получить. Для ума это вообще очень сложно. Он просто вообще не понимает. Он говорит, если я ничего не получу, зачем мне это, в принципе, делать? Даже если вы выходите на улицу, вы сначала думаете, зачем я выхожу на улицу, какая цель? Потому что ум хочет все знать. Ум ничего не может делать без цели. Язык ума – это что я получу. А язык сердца – это противоположность. Что я могу отдать? Что я могу сделать, что я могу отдать? Это разница между умом и сердцем. Иногда вы действительно приходите к состоянию любви. И когда вы в любви, те, кто вокруг вас, вы хотите для них все сделать. Вы хотите для отца, для партнеров, для друзей. Что я могу отдать? Что я могу для них сделать? А когда у вас очень много любви, вы хотите просто все что угодно сделать. Как я могу порадовать этого человека сделать? Что я могу отдать? Но когда вы не в любви, дай мне. О, вы даете мне только это? Нет, нет. Ты даете мне только это? Что-то маловато. Ты даете мне кольцо? Всего лишь кольцо. Да. Вот почему мне уже реали? А, у тебя мы ели. А, у тебя не на спине. Всего лишь одна. Всего лишь ели. Бшибы? Да, давай. Почему не поэтому? А почему вы не купили? Мне больше и больше и больше? Мы никогда вам не goodbye. С expense Бога никогдаcht не куда-тоöllig solter transition. Очень пытаетсяbachовать меня на всех. Люди, когда у mounts что-то целее нет. Сердцы хотят отдавать. И когда вы приходите к сердцу, я скажу вам, что в любом случае очень удовлетворенно. Любовь дает вам чувство удовлетворения. Когда вы в присутствии, вам ничего не нужно. Когда вы в настоящем моменте, может быть, в очень хорошем доме, может быть, прямо на дворце, может быть, вы сидите в какой-то маленькой комнатушке, неважно. Но когда вы в состоянии сердца, даже маленькая комнатка, это для вас как дворец. А когда вы в голове, даже дворец, как-то вас особо не удовлетворяет, вы хотите, чтобы дворец был еще больше, чтобы у вас власти был еще больше, еще больше денег. Любовь никогда не останавливается. И медитация нас обучает, как присутствовать здесь. Если вы приходите к каким-то людям, они начинают вам говорить, что получите это, то, то, то. Мастера могут иногда такое говорить, потому что они понимают, что вы только такой язык понимаете. Тогда они дают вам жадность. То есть вы понимаете язык жадности, они дают вам эту жадность. Ну хорошо, у тебя вот это все есть. Но после просветления, ты будешь к сиянием, невероятным сиянием. Ты будешь словно сиянием тысячи солнц. Многие, многие, многие вещи, они говорят. Они очень много говорят. И они говорят, я буду как тысячу, тысячу солнц. Хорошо, я буду медитировать. Я буду медитировать. Ум понимает вот этот язык. Но если вы приходите в медитацию, какой-то вкус любви. Затем, когда вы чувствуете эту любовь, ваше желание заканчивается. У вас полностью заканчивается, ваше желание чего-то достигать заканчивается. Затем вы говорите, все то, что у меня есть, мне этого уже и достаточно. Я делаю то, что могу, делаю свою работу, а то, что дает мне существование, хорошо. Тот результат, который ко мне приходит, я его принимаю. Если мне мир дает много денег, если дает совсем немножко денег, потому что моя радость в любом случае сама. Это радость не связана с деньгами, властью или что-то еще. Очень многие богатые люди ко мне приходят, и они не счастливы. Так же очень много непогатых людей думают, ну ладно, будут у меня деньги, и буду счастливым человеком. Но они не видят, что на самом деле очень богатые люди тоже счастливы и несчастливы. Ни одна вещь снаружи не может сделать вас счастливым. И радость только приходит, когда вы в присутствии в предстоящем моменте. И наша цель – присутствовать. Когда вы танцуете, просто танцуйте. Не думайте о том, что я через этот танец получу. Если вы медитируете, вы просто медитируете. Просто сидите. Просто простая техника сидящая и просто наблюдаете, что происходит. Если вы не строите какие-то ожидания и планов. Если у вас нет ожиданий от медитации, то ситуация будет очень хорошая. И я скажу вам, когда вы приходите к присутствию, свет обязательно появится. У вас открываются новые видения. Новое понимание приходит к вам. Очень много вещей происходит. Но если вы хотите, чтобы эти новые штуки пришли, то они не приходят. Медитация. Они говорят, что это не так. Ни любая техника, я просто ее делаю. И из-за того, что будет происходить, я не знаю. Иногда у людей происходит, когда они только начинают медитировать. В начале очень новые, необычные вещи происходят. Какие-то новые переживания необычные. Когда у них вот эти необычные экспириенции происходят, они думают, классно. Завтра может быть еще что-то придет. А завтра они снова садятся в медитацию. и ждут, что же будет происходить. Они ничего не происходит. Потому что они хотят. Потому что вы не здесь, вы в будущем. В начале, вы присутствовали. Вы не знаете, что такое медитация, а просто начали практиковать, сели. И затем что-то стало происходить. И очень часто увидели такие вещи происходят. А сейчас не происходят. И то же самое, что у вас в любовных отношениях. Сначала какие-то большие вещи происходили, а потом не происходят. Просто не делайте никаких каких-то ожиданий. Если вы не хотите, это будет происходить быстро. Если вы не хотите, это будет происходить быстро. Если вы не будете пытаться быть в присутствии, вы отказались в присутствии. Просто садитесь. Вы ложитесь спать, например, ночью. Если вы пытаетесь, мне нужно заснуть. Нужно заснуть. Но в сон как-то и не приходит. Очень трудно заснуть. А если вы просто расслабляетесь. Просто отдыхаете, расслабляетесь. И в какой-то момент неожиданно просто расслабляетесь. Засыпаете вдох. И вы просыпаетесь. То же самое с медитацией. Не нужно особо пытаться, стараться. Делайте. Тех минуты, конечно же, делайте. Но не ставьте фокус на том, что вы получите. И тогда очень легко и быстро вы будете нелезать. Присутствие – это цель. Очень просто. Медитация – это очень просто. И вы знаете тогда, что когда вы присутствуете, вы получаете удовольствие и радуетесь. Затем вы начинаете присутствовать в течение всего вашего дня и во всех ваших действиях. И затем, если вы присутствуете в течение всего дня, это уже не важно, что именно вы делали. Просто постарайтесь присутствовать. Этот момент – истина. Прошлое – это ложь. Будущее неизвестно, ложь или нет. Будущее вообще не знает, что будет происходить. Это, по сути, тоже уложь. Но этот момент – это истинно. И все попытки в медитации связаны с тем, как прийти к настоящему моменту. И когда вы в присутствии, эго – нет. Просьба – нет – это. Просьба нет – это. Есть радость. Ваша эго такого размера. И печали тоже столько же. Эго меньше – и печали нестинно. Эго совсем немножко – и печали нестинно. Заканчивается эго – и печаль заканчивается. Когда нет эго, нет печали, тогда только радость, только свет, только состояние полета, постоянно полет, неважно, что вы делаете, вы сидите в офисе и вы в полете, вы с кем-то разговариваете или смотрите, и вы всегда в состоянии радости, когда вы присутствуют. Главная вещь – это как я могу быть в присутствии. Поймите, что медитация хочет вас привести к состоянию настоящего моря. Можно посмотреть, например, на детей. Дети очень в присутствии. Они очень радостные, игривые. В одну минуту они делают это, а в следующий момент уже что-то совсем другое. То есть особо планов там нет. Что делать, какие-то мысли по поводу будущего. Но постепенно этот ребенок приходит к уму. Когда он приходит к уму, появляются какие-то проблемы. Ум – это хорошо. Но надо знать, как выходить за его пределы. Ум приходит. При помощи ума вы можете много всего делать. Все то, что в мире создано, все то, что в мире есть, создано умом. Большие здания. Машины. Машины. Наука. Все эти вещи – это продукт ума. Ум – это хорошо. Но постоянно жить в уме – нехорошо. Ум, по сути, как инструмент, как машина. Вы приехали сюда. Может кто-то приехал на машину. Очень хорошо, что есть такой инструмент, как машина. Она вас привезла сюда. И сейчас вы сможете поехать на машину обратно. Но если вы 24 часа сидите в такой машине, это уже нехорошо. Тогда эта машина становится вашей тюрьмой. Ну, например, возвращается сейчас домой в машину, и дверь не открывается. Вы, конечно же, взвеситесь. Эта машина – это как тюрьма. Заточение. До этого – это вот такая приятная вещь была. То же самое с нашим умом. Ум – это очень хорошо. Просто нужно знать, как я могу выйти за его пределами. Как я могу вернуться к своему центру. Когда мы в центре, нет никаких проблем, никаких мыслей. Если вы в состоянии очень большой тишины, спокойствия. У тебя вы открываете глаза. Ум приходит. Я хочу подумать. Я хочу что-то будет поделать. И вот тогда ум приходит. Тогда в таком случае ум хорошо. Постоянно в стоянии. В таком случае ум, в таком заточении. Это не так. Это – по сути тюрьма. Перед собой все тюрьмы. Никто не свободен. Никто не свободен. Никто не свободен. Никто не свободен. Никто не живет за протелом. Потому что это – наша привычка. Мы настолько много живем в уме, в какой-то момент мы просто разучились и не знаем, как выходить за его пределы. Все общество, вся структура общества, семья, какие-то институты, все обучают тому, как быть в уме. Но никто не учит, как за его пределы выходить, поэтому учат только мастера, только мастера говорят, да, ты умеешь, но ты можешь выйти за его пределы, ты связан, но ты можешь быть и свободен, когда ты родился, ты был очень свободен. Но сейчас неожиданно так случилось, что ты создал это. Ты создал тюрьму вокруг себя, множество стен, тюрьм, ты создал вокруг себя. И сейчас ты не можешь выбраться, и просто надо сломать эту стену. Ты создал эту стену, тебе же не надо ее сломать. Медитация — это способ, как быть свободным. Когда ты свободен, ты начинаешь летать. Был один мастер, Кабира, его называли Кабир. Может быть, заслышали это имя? Он говорил людям, он не называл их по имени, он говорил, лебеди. Он говорил, эй, лебедь, о, лебедь. И кто-то его спрашивал, почему ты всех лебедями называешь? Он говорит, я знаю, что внутри вы лебеди. Ваше сознание, оно похоже на лебедя. И этот лебедь хочет улететь в небо. Но он сейчас в теле. А тело, как тюрьма. И он очень хочет выбраться за пределы. Иногда вы очень сильно плачете. Иногда он в очень депрессивном состоянии. Как я могу выбраться, как я могу получить радость? Он говорил, о, лебеди, прилетите в мой дом. Возвращайтесь в свой дом. Вот этот дом не ваш. О, лебеди, наш дом на небесах. Когда вы добираетесь до небес, вы можете летать где угодно. Просто ваш лебедь, ваше сознание должно выйти за пределы тела. И как только ваше сознание выходит за пределы, все небо ваше. И это высшая степень свободы. До этого момента никто не свободен. Все в момент заточении мерзких вещей и проблем в мире. мир значит кем. По сути, цельма. И высшая цель. Безграничная свобода, когда вы здесь сейчас. Просто пробуйте. Будьте больше в присутствии. Те вещи, которые вам нравятся, делайте, и вы будете в присутствии. Иногда вы делаете кучу разных вещей, но вам не нравится. Тогда можно просто принимать. Не что-ли в моих руках. Существование меня вот сейчас сюда отправило. И мне нужно быть здесь. И мне нужно вот эти вещи, да, на моем деле. И затем постепенно через чувство принятия вы начинаете наслаждаться, потому что делать. Цель – это быть в присутствии. Хорошо? Другие ваши вопросы? Субтитры сделал DimaTorzok